Вопросы есть, их достаточно много. За ответами обратимся к нашему гостю. У нас в студии Александр Коровин, автодилер. Александр, доброе утро. Давайте сначала про таможенные пошлины. Таможня опровергла информацию о том, что привилегированное будет оформление только для приморчан, остальные будут мучиться. Но все-таки как отреагировал рынок на эти новости? Ну, в первую очередь появилась, как всегда, спекуляция. То есть на листиках брокерских компаний стали появляться объявления. Продан физика. 2, 2,5-3 тысячи рублей. Кто что угораст, кто сколько хотел денег заработать. Это всегда такие волнения вызывают, такие предложения. А то есть предлагали найти знакомого в Владивостоке, до которого это все оформить, а потом переоформить. Да, видите, родственников, допустим, москвичей, питерцев, краснодарцев и так далее, в Приморском крае не так много, как было заявлено в интернете. Обращайтесь к родственникам, которые живут в Приморском крае. Поэтому все стало на коммерческую основу сразу же, моментально. Поэтому я думаю, что эти предложения были кем-то использованы, потому что на самом деле страх людей, которые не получали свои машины, вылилась в том, что те деньги, которые предлагали эти физики, там, 3 тысячи рублей, там, 2,5, небольшие в принципе, с учетом того, что, возможно, было бы, если бы машины не были, грубо говоря, выданы. То есть иногородним, так скажем, а местным. Поэтому люди некоторые покупали. А вот вообще автомобиль, когда поступает из Японии, какие процедуры проходят? На сегодняшний день. День, как всегда, это подача таможенной декларации на автомобиль, растаможка автомобиля, да, в том объеме, который вам будет написано, сколько денег платить за данную машину. На юридические лица, как всегда, мы определяем эру ГЛОНАСС, потому что ее никто не отменял. Ее действия приостановили только для физических лиц. Поэтому до ноября месяца физики спокойно живут. Ну вот, в принципе, все, как было, так и есть. Никаких таможенных повышений пошлины, ничего не было. То есть эру ГЛОНАСС теперь не обязательно ставить? Эру ГЛОНАСС ставится на физиков, то есть проходные машины, да. А юр-компания, которая таможит автомобильные, также продолжает ставить эру ГЛОНАСС. Ну ее хотя бы ставить начали, да, в Приморье? Ну ее и ставили. Работали еще. Ну так же и ставили. Те же самые мастера, все то же самое. Просто вот разграничение такое. И, скажем так, небольшая амнистия до ноября. Что будет дальше? Я так думаю, это вернется, потому что к эру ГЛОНАСС хотят придумать много всяких штучек интересных, там, и по пробегам, и там, по налогам. Ну и, собственно говоря, которые будут делать дороже и дороже покупку автомобиля. Ну, конечно, это всегда любое внедрение в автомобиль российское, которое мы пытаемся что-то вынести, там, может быть, это даже хорошее. Потому что эру ГЛОНАСС, в принципе, неплохая тема в качестве безопасности. Ну, как всегда, у нас что-то идет не так постоянно. А вот сейчас сколько эру ГЛОНАСС прибавляет к цене? 300 тысяч рублей в среднем. Ну, тоже не слабо так. Ладно, теперь давайте, наверное, вот к тому, что пугает авторынок. Больше всего 1 июня начнут действовать новые правила для того, чтобы, собственно говоря, получить ПТС. Нужно будет обзавестись заключение о том, что конструкция твоего автомобиля безопасна. Вот как рынок готовится к этим новостям? Ну, вообще, эта процедура такая интересная. Вы знаете, ежедневно приходят сюда, в порты, что Владивосток, а что находки, славянки. И программа такова. То есть нужно приехать эвакуатору на таможенный склад, в склад временного хранения, забрать его и отвезти в единственную лабораторию, которая находится на Гишельде, лабораторию сертификации. То есть получается, это нереально, просто, допустим, даже 10 машин с одной части города отвезти в другую на эвакуаторе, там ее опустить. То есть, так говоря, одна дорога основная. Конечно, конечно. То есть, благо мосту сейчас чуть покороче стал путь. Значит, и начинать проводить испытания. Это разгон автомобиля, торможение, поворот вправо, проворот лево, оптика. Все, что нужно для автомобиля, как мы проходим тех осмотров. А это часа полтора, наверное, будет занимать? Ну, наверное, да. Плюс дорога, это на одну машину 2-3 часа. Это нереально, просто нереально. Это опять мы вернемся к простой автомобиле в ожидании ГЛОНАССа. Понимаете? Ну, точно так же, как и было тогда. Будут своды завалены, это будет, я думаю, это будет катастрофа. Это опять начнется спекуляция, как всегда. Без этого никуда. Предложение коммерческие оформить, подороже, побыстрее. Теоретически от японских автомобилей у нас на Дальнем Востоке можно отказаться? Я думаю, что нет. А есть ли угроза остаться без них в свете последних событий? Ну, угроза будет такая, если просто мы проснемся и увидим в телевизоре сообщение, ввоз автомобилей с Японии закрыт. Тогда это будет печальная новость. А так постоянно, постоянно мы соревнуемся, что-то придумываем. Да, но на самом деле у нас шоу интерактивное голосование. Подтверждает ваши слова как раз наши зрители. 92% проголосовали за японские машины. Дальше у нас 5% европейские. И 3% с плечаков, которые готовы поехать на отечественном автопрофе. Чего и следовало ожидать. Да. Будем следить за новостями. Александр, надеемся, с вами увидимся еще в этой студии. Хорошо, приглашайте. Что происходит на нашем авторынке, напомню, в студии был Александр Коровин, автодилер.